Привет, друзья! Противобуксовочные браслеты, которые мы рассматривали в предыдущем видео, многие используют только лишь в тех случаях, когда они немножко пробуксовали во дворе, где-то там чуть-чуть у них не удается стронуться с места, то есть на тех участках, где в принципе достаточно просто машину подтолкнуть, и она поедет дальше спокойно сама. Но мало кто знает, что противобуксовочные цепные браслеты можно и нужно использовать не только в таких ситуациях, когда немножко буксанул, и надо просто вылезти, чтобы из своей гордости никого не просить тебя подтолкнуть. А их также можно использовать и по снегу, и по песку, и по грязи, и по всяким таким неудобствам. Единственное, конечно, в них не удастся постоянно гонять и полноценно использовать как заменитель МТ-шки, допустим, резины, или чего-то такого агрессивного, но я лично уверен, что эти браслеты позволят использовать обычную трассовую резину, а не искать какой-то компромисс с АТ-шкой, с АТ-шной резиной, чтобы на ней гонять по асфальту, и на ней же иногда, я подчеркну, иногда выезжать в грязь, песок или в глубокий рыхлый снег. Почему лично я задачился такой проблемой, как цепи или браслеты, или что-то такое, что можно одеть в какой-то экстремальной критичной ситуации? Потому что у меня был случай, когда в 2019 году мы поехали на юга, скажем так, отмотали по побережью 5000 километров, и АТ-шная резина Cooper Discovery распилилась на 50%. Ребята, блин, половина колес, то есть это просто оставили нашим гостеприимным южанам на их ракушечном асфальте. Я договорился с магазином Автоцепи о предоставлении мне на тесты цепных противобуксовочных браслетов. Ссылочка на этот магазин будет в описании к этому видео. Там вы сможете выбрать все, что вам нужно под ваш размер колес. И решил для себя через эти тесты определиться, нужна ли мне АТ-шная резина. А об МТ-шной я уж не говорю. Или меня все-таки спасут эти браслеты, когда они мне понадобятся в какой-то экстремальной ситуации. По снегу, грязи и песку. Первое видео из этой серии будет со снегом. Погнали! В общем, нашел я полную задницу. Машина сейчас лежит практически на брюхе. Дальше там веселенькая травка, но вот на этом участке глубина практически метр, блин. И в этот метр я как раз сел на пузо. Вот. Поэтому сейчас на этот жесткий асфальт мы будем выбираться, поставив цепочки на задний привод. Вообще везде, потому что сейчас у меня задача хотя бы просто отсюда выкарабкаться. Потому что сейчас это все. Короче, все колесики стоят, левое буксует. Это был просто 4H режим. Сейчас воткну 4L и попробуем еще разок. Берем браслетик. Продеваем ремешок. И заправляем. Один браслетик есть. Сейчас колесо провернется. Будем ставить следующий. Надеюсь, конечно, мы на одном вылезем, но, блин, это нет. Придется одевать их полностью. Ставлю 4 браслетика на каждое колесо по одному, потому что выехать не получается даже на пониже. Продолжение следует... ... Важный нюанс при установке Чтобы ремень не попал в зону ниппеля Это очень важно И конечно же важно очень хорошо затягивать замок У некоторых производителей эта резиночка похожа на бухгалтерскую резинку для денег Берите именно вот такие, потому что те резинки долго не живут По одному браслету на каждое колесо себя не оправдали То есть она пытается дернуться Пытается дернуться, но нифига Ставим по второму браслету на каждое колесо в круг Напоминаю, что надо ставить через одно И самое главное не попасть на ниппель Потому что его просто этим ремнем срежут Потому что они двигаются по диску И дальше уже привычным легким движением руки Поездка превращается на отдых в полную жопу Очень классные замки Конечно, вот эти самозажимные Это просто, блин, находка Продолжение следует... Здесь придется ставить не очень удобные позиции Но, блин, мы должны соблюдать правила Что пропускать по одному лучу И не выйти на ниппель Да, обратите внимание, сколько пробуксовал Ни один даже не сдвинулся с места Зацеп Не то, что уже расслабился там замок Или еще что-то Держатся очень даже прилично Итак, по два зацепа на колесике Конечно, очень нехороший нюансик Что колесо уже практически в половину закопалось На самом деле здесь уже проблема другого характера По факту его надо чуть-чуть подкапывать Потому что выбраться из такой хрени колесику самому Даже с зацепами очень проблематично Но будем пробовать Я же обещал показывать, как это все работает Погнали Как я и говорил, колесо закопано уже наполовину Он не лежит на пузе То есть, в принципе, копаться есть куда Но смысла я большого не вижу Потому что он вам просто зарывается Поэтому все-таки придется подкопать здесь Чтобы хоть как-то облегчить ему жизнь Это наше самое буксующее колесо Ставим на него третий браслет Благо у нас их вагон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оказывается, я попой-то сидел На очень жестком бугорке Который намел трактор Который чистил дорогу А там был очень мягкий, рыхлый снег Поэтому морда провалилась просто-напросто И я пузом, и бачком Вон след от топливного бака Я просто лег на пузо, оказывается О чем говорит? Наверное, вылез бы немножко попроще Чем вот эти все проблемки Но, тем не менее, я вылез А сейчас пойдем посмотрим, что же произошло с цепочками Потому что вы видели, что происходило И как они работали В каких нагруженных режимах Это было самое нагруженное колесико Потому что оно практически висело в воздухе На рыхлом снеге Вот, но цеплялось как могло Что произошло с браслетами? Браслеты расслабились Только лишь из-за того, что их начало перекручивать И стягивать То есть, после каждой пробуксовочки Вам желательно подтягивать все-таки Эти браслеты на замках Но должен отдать должное, что Ничего с ними критичного не случилось Тиск не попорчен С цепями все нормально Гайки не раскрутились Ремешки не съелись, не порвались Опять же скажу, что Практически все они расслаблены и перекручены Но, что делать, бывает Эту цепочку я не особо сильно натянул Вот, ее всю перекрутило Вот, но Задачу свою выполнила Здесь тоже самое Цепочка прослабла Вон она все болтается Но, повторюсь С ремешками все нормально Защита диска немного покоцалась Но покоцалась в смысле Просто от резины натерла ее красочку И все Вот, такие дела И наш самый бездельник Колесик, который нифига не делал Вот, всего лишь с одним ремнем Всего лишь с одним браслетом Вот Но это тоже сыграло огромную роль Потому что при пробуксовке одного колеса Цеплялось сразу в другое И так далее То есть, как вы видели Все колеса сработали слаженно в команде И все произошло, как мы и планировали Машинка выползла из такой каки Обратите внимание Ремень перекрутился И сместилась у нас лента Вот Но зато мы увидели Что производители Не просто прохалявили И воткнули сюда болтик А они усилили его трубочкой Чтобы резьба болта Не грызла ленту Это плюс производителю огромный А еще одна из причин, друзья Это то, что Я даже не докопался до земли А вот здесь вот у нас Галимый лед Галимый лед И только благодаря цепочкам Мы отсюда выползли В общем, друзья На сегодня наш тест закончен Я убедился, что Во льду Под снегом На склоне Цепи работают Вам пожелаю Приятных застреваний Не бойтесь Пользуйтесь нормальными Приспособлениями Противобуксовочными Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Впереди много интересного И не болейте Пока Субтитры сделал DimaTorzok